Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели» в студии Ирины Никешина. В преддверии Нового года мы проведем серии интервью с председателями постоянных комиссий собрания депутатов Ненецкого округа, чтобы подвести итоги уходящего года и обозначить те вопросы, которые останутся в поле пристального внимания депутатов в 2020 году. И об этом мы сегодня поговорим с председателем постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления окружного собрания депутатов Александром Чурсановым. Александр Павлович, здравствуйте! Здравствуйте, Ирина! В центре внимания парламентская комиссия, руководителем которой вы являетесь, решение проблем муниципальных образований Ненецкого округа. Вот какие из них наиболее острые и системные? Ну, на самом деле, проблем сегодня у нас очень много, да, в сельских поселениях, в муниципальных образованиях. А, как вы сказали, комиссия по госустройству и местному управлению занимается этими вопросами. В этом году, в 2019-м, основные вопросы, которые мы обсуждали, которые мы решали на площадке собраний депутатов и совместно с органами местного управления, да, там, муниципальными образованиями нашего округа. Прежде всего, это полномочия, значит, которые предусмотрены 131-м федеральным законом, которые были перераспределены 95-м окружным законом. Кроме этого, вопросы, которые касаются новой реформы, так скажем, обращения с твердыми коммунальными отходами. Ну, и кроме этого, обсуждались различные вопросы, которые, в общем-то, и не являются профильными для нашей комиссии по госустройству. А так, мы работаем конкретно по плану, который мы утверждаем ежегодно, в конце года, соответственно, работа велась. План выполнен, даже перевыполнен, поэтому работаем по данным вопросам. А наиболее такие яркие, скажем так, вопросы проблемные, острые вопросы, их можно назвать такими, да, это вопрос как раз реализации 89-го федерального закона, это закон об отходах производства и потребления. Все мы знаем, это тема на слуху и органов госвласти, и обычных жителей нашего региона. Это переход на новую систему обращения с отходами, которую региональная власть должна запустить в нашем регионе с 1 января 2020 года. Мы предполагали, что проблемы будут, да, учитывая наши климатические условия непростые, учитывая ту систему логистики, которая сегодня у нас существует. И, в общем-то, мы вышли с законодательной инициативой от собрания депутатов еще в начале года, в прошлом году, по внесению изменений в данный закон в части увеличения срока размещения отходов в малонаселенных, труднодоступных сельских пунктах, да, до трех лет. Сейчас это 11 месяцев. По нашему мнению, это значительно удешевит тариф, как для населения, так и для юридических лиц, да, для субъектов малого и среднего предпринимательства. Ну и самое главное, конечно же, сократит нагрузку на бюджет региональный. То есть, тратя меньше денег, мы сможем построить, грубо говоря, больше школ, детских садов, жилья и так далее. Второй вопрос, который, я считаю, что он очень важный для нас, важен для нашего региона и касается жителей, прежде всего, пенсионеров. Это пенсионеров сельских населенных пунктов наших, которые отработали в сельском хозяйстве многие годы. И по распоряжению правительства, по постановлению правительства, был утвержден перечень профессий в сельском хозяйстве, которые люди, отработавшие по которым, могли получать и могут получать 25% на отбавку к пенсии. И получилась такая проблема, что жители наших сел, те, кто работали в колхозах, мы знаем, что это колхозы, основным видом деятельности которых являлась рыбодобыча. Но в то же время, мы знаем, что в каждом сельском населенном пункте, практически в каждом, была ферма. В начале года оказалось, что они не могут получать такую доплату, потому как основной вид деятельности колхозов, еще раз повторюсь, это рыбодобыча. Буквально сегодня мне позвонила жительница села Несь, мы с ней этот вопрос прорабатывали еще ранее. И ее муж писал заявление в пенсионный фонд, ему был отказ по тем основаниям, что данная профессия не является, так скажем, профессией сельского хозяйства. Они написали заявление снова, в июле этот перечень был расширен правительством, и по повторному заявлению это право признали, и вот он буквально недавно получил эту доплату к пенсии. И поэтому, я думаю, что мы сейчас будем проводить работу, информационную работу с жителями сел, чтобы те граждане, которые отработали в сельском хозяйстве и которые имеют достаточный стаж, они писали эти заявления и, соответственно, получали эту доплату к пенсии. Это тоже очень серьезный вопрос. Кроме этого, были вопросы, рассматривались вопросы, как я сказал ранее, по полномочиям, полномочиям органов госвласти. Полномочиям органов местного управления как района Заполярного, так и сельских поселений. Два проекта законов, которые в последующем стали законами, это полномочия в области сельского хозяйства и полномочия по, опять же, обращению с отходами. Мы понимаем, что на сегодняшний день сельские поселения не в силах решать эти вопросы, но у них попросту нет на это финансовых средств в бюджете. Соответственно, законами округа эти полномочия были перераспределены и на сегодня они исполняются органами Заполярного района, местного управления Заполярного района. Поэтому, ну, остальные вопросы текущие. Мы приводим, опять же, законы округа в соответствии с федеральным законодательством. Те вопросы, которые у нас возникают в ходе реализации наших различных окружных законов, также их приводим в соответствие. Поэтому работаем в штатном режиме, так скажем. Вот если говорить о наших муниципальных образованиях, какие эффективные практики, реализуемые в регионах на местах, можно выделить особо? Ну, по муниципальным практикам, я думаю, что прежде всего необходимо отметить, да, вот та положительная, так скажем, программа региональная, которая у нас работает с 17-го года. Это инициативное бюджетирование. Я скажу о сельских населенных пунктах. В основном это проекты, которые были направлены на благоустройство сельских населенных пунктов. Это детские площадки, спортивные площадки, это малые архитектурные формы, да, вот мы видели, может быть, многие видели в социальных сетях, газетах, которые были построены там в Шойне, в Неси, в Тельвиске, в Красном. Но можно перечислять все муниципалитеты, которые участвуют в этом мероприятии. И самое главное, на мой взгляд, вот в этой программе инициативного бюджетирования, что в этот процесс благоустройства, да, и преображения сельских населенных пунктов прежде всего вовлечены жители, да. То есть они свои идеи могут высказывать, да, они могут писать проекты, и затем эти проекты будут рассмотрены комиссией, соответственно, многие из них были воплощены в жизни. Вот я очень много летаю по населенным пунктам западного округа, и преобразования видны. То есть это бросается в глаза. И очень приятно, когда появляются, да, новые спортивные объекты, новые зоны благоустроенные. Ну, я думаю, для жителей села это тоже очень-очень важно. И вот прежде всего, я, конечно, хотел бы сегодня отметить поселок Шойну, муниципальное образование Шоинский сельсовет, да, Валентина Алексеевна, Малыгина, глава. Очень активное население, у них есть и образован территориальное общественное самоуправление ТОС Шойна. И они очень активно привлекают финансовые средства как бюджетные, да, так и внебюджетные. То есть это гранты и Лукоэла, это и региональные деньги на поддержку, опять же, сельских инициатив. Это различные федеральные средства, да, и совсем недавно можно было увидеть новый ролик, который, да, у них YouTube-канал создан, да, то есть в Шойне, там, где нет такого высокоскоростного интернета, как в городе. Они создали YouTube-канал и на средства, опять, которые они выиграли по гранту, они приобрели аппаратуру. И силами местных инициативных граждан сняли очень красивый ролик о поселке Шойна, который вот я просто рекомендую всем посмотреть. И, насколько я понимаю, они будут снимать эти ролики с целью привлечения внимания, да, вот к нашей песчаной жемчужине нашего округа. Поэтому на них надо равняться, они молодцы, вот, они стремятся сделать свой населенный пункт, мало того, что стремятся сделать его более красивым, но они стремятся к тому, чтобы о Шойне узнали все жители не только нашего региона, нашей страны, но, я думаю, что всего земного шара, вот так скажу. Поэтому практики красивые, они есть в каждом населенном пункте. И большое спасибо органам государственной власти, да, за то, что все-таки это программа действия 2017 года. И в этом году мы дополнительно поправками депутатов добавили финансовые средства, чтобы большее количество вот этих инициатив воплотились в жизнь, и люди радовались им. Инициативное бюджетирование, оно же предполагает участие, вклад жителей, муниципального образования в этот проект? Да, это не только, ну, конечно же, жители, это и там разные формы, да, участия есть, да, это начиная от того, что от финансовых средств, то, что самое простое можно придумать, да, и вклад в виде собственной помощи, да. То есть и цветы посадить или... Конечно же, посадить цветы, да, там, клумбу сделать, я не знаю, там, установить скамейку, да, купить, образно говоря, там, куб доски, и с него соорудить, там, какие-то архитектурные формы, там, да, те же скамеечки, там, столики и так далее. Вот, вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей также принимается. Вот, ну, и, конечно же, основные финансовые средства, они предполагаются в бюджете Нениско-автономного округа. Вот, возвращаясь к разговору про Шойнский сельсовет, да, вот еще раз, нестандартные подходы руководителя этого сельсовета к продвижению бренда, собственно, территории, еще раз говорит о том, что развитие территории, в развитии территории большой роль играет глава муниципального образования. Абсолютно в этом уверен, и вот я знаю всех глав наших муниципалитетов, это вовлеченные люди, это люди, которые болеют за вверенные им территории, и населенные пункты, села, деревни, поселки. И вот, опять же, эта программа, да, и другие внебюджетные средства, которые они могут привлечь к себе, да, разными способами, в основном, конечно, это грантовая поддержка, они могут делать эти населенные пункты краши. Но они этим занимаются, поверьте, ежедневно. Ну, мы понимаем, что у них бюджеты не такие наполненные, да, у них просто доходов не так много. Но за счет этих средств можно, я не знаю, делать очень полезные, красивые вещи. Существуют ли в настоящее время в муниципальных образованиях генеральные планы развития на долгосрочный период? Ну, я думаю, что не то чтобы генеральные планы развития, вот по сельским населенным пунктам таких, даже, может быть, назвать программы, да, их на сегодня нет. Но есть на уровне региона нашего, совсем недавно была принята, это стратегия социально-экономического развития, которая охватывает все, значит, так скажем, сферы жизнедеятельности, да, наших людей, начиная там и от коммунального хозяйства, строительства, оленеводства, в общем, все-все сферы. Эта стратегия есть. На сегодняшний день мы ее приняли, и в дальнейшем наша задача, да, совместно с органами государственной власти, исполнительной власти и законодательной власти, да, с нашей стороны, эту стратегию наполнить программными мероприятиями в разных сферах жизни, опять же. Я повторюсь, что в сельских населенных пунктах в большей степени, да, чем в городе, у нас есть проблемы, которые необходимо решать. Ну и, что очень радует, на уровне, на самом высоком уровне, да, то есть на уровне федерального собрания, на уровне Госдумы и Совета Федерации, было поддержано такое решение, решение президента о том, чтобы у нас существовала государственная программа по развитию сельских населенных пунктов в целом по всей стране, потому что мы понимаем, что на сегодняшний день есть проблема оттока и молодежи, да, из села, просто села, ну, малые села, они умирают. И для того, чтобы их поддержать, такая программа необходима, чтобы конкретные федеральные средства, они направлялись в регионы, да, по конкретным программным мероприятиям, и в конце года, либо в конце отчетного периода, там, трех лет, пяти лет, и госслужащие, да, органы исполнительной власти, органы законодательной власти, они могли отчитываться о том, что они эти средства реализовали, и жизнь на селе стала лучше. Мы ведь понимаем, что на сегодняшний день у нас есть проблема, это и отсутствие благоустроенного жилья, а за этой проблемой тянутся целый ворох других проблем, да, мы не можем привлечь специалистов. Ведь ни для кого не секрет, что сегодня органами государственной власти региона приняты просто не то, что, ну, конечно, не исчерпывающие меры, но очень серьезные меры поддержки и меры, которые направлены на привлечение специалистов на село. Это и специалистов медицины, это и специалистов в области образования, которых у нас сегодня не хватает, катастрофически. Вот. Буквально недавно мы приняли закон о том, что все работники, которые будут приезжать и работать в бюджетных учреждениях в округе, они будут получать климатические северные отбавки с первого дня. Это тоже на это направлено. Но у нас вторая проблема, да, учитывая, что у нас низкий уровень развития коммунальной инфраструктуры на селе в целом, да, у нас низкий уровень благоустройства жилья на селе. Этих специалистов очень сложно туда привлечь. Поэтому первоочередная задача, опять же, да, привлекать и федеральные средства на эти цели, на строительство этого жилья. Ну и, соответственно, ту стратегию, которую мы сегодня приняли, я повторюсь еще, наполнить ее программными мероприятиями, предусмотреть финансовые средства и, в общем, реализовывать их. Насколько эффективны меры государственной поддержки сельхозпроизводителей в регионе? Ну, я думаю, что меры поддержки сельхозпроизводителей в регионе у нас одни из самых лучших, по крайней мере, в области молочного животноводства. Это, я думаю, что точно они самые лучшие, да. По оленеводству есть, конечно, ряд вопросов, но совместно с органами исполнительной власти мы их сейчас обсуждаем. У нас есть профильная комиссия, да, Матвей Михайлович Упров как раз занимается этой проблематикой. А что касается вот молока, которое очень важно, чтобы оно у нас было качественное, да, для детей и молочная продукция, то еще раз напомню, что в мае текущего года было принято решение об увеличении субсидий на литр произведенной продукции, на литр молока до 85 рублей. А с чем это было связано? Это, прежде всего, было связано с тем, что те предприятия, которые у нас сегодня работают на селе, это муниципальные казенные предприятия. Прежде всего, это Нижняя Пеша, это Ома и Великовисочная, да, Лабожская. Они испытывали большие трудности, то есть и в плане того, что по зарплатам, по коммунальным услугам, по оплате, и к лету они были не готовы. Им попросту они бы не смогли заготовить корма. Поэтому с руководителями были проведены консультации, да, и Александр Витальевич Цибульский, он принял такое решение, что необходимо выделить дополнительные финансовые средства для того, чтобы эту субсидию увеличить до 85 рублей, для того, чтобы наши предприятия смогли заготовить корма, да, в общем-то, с чем они справились. Субсидия, это до сих пор, ну вот в этом году она, на данную субсидию у нас было потрачено более 200 миллионов рублей, представляете? Более 200 миллионов. Вот. На следующий год ставка субсидий, сейчас мы ее активно обсуждаем, то есть необходимо рассчитать, посчитать, то есть, да, насколько это будет эффективно. Но я повторю, я всегда об этом говорил, что прежде всего субсидию можно давать и 85, и 120 рублей, да, и 500 рублей давать просто на молоко. Но мы должны посчитать, сколько этого молока необходимо, первое, да, и других молочных продуктов. Второе, необходимо обеспечить переработку этого молока. Не просто молоко, да, а пастеризация, упаковка, продукты, да, из молока, это творог, сливки, сметану делать. Необходимо посмотреть, допустим, на Западе, западный куст, да, это от Шойны и до Индиги, предположим. Сколько необходимо этого молока, сколько необходимо продуктов, которые произведены из молока. Посмотреть схему, где лучше построить тот или иной, там, допустим, объект, ферму, да, там, цех переработки и так далее. И в дальнейшем уже модернизировать эти объекты. Потому что попросту эти деньги тратить, ну, можно бесконечно их тратить, и эти объекты развиваться не будут. И они просто будут нести траты из нашего регионального бюджета. Эта работа также сегодня проводится, и она будет проводиться. Я думаю, что результаты мы увидим обязательно в ближайшее время. Есть больные, очень больные темы, это вот, допустим, та же ферма ВОМИ. С какого года она строится, до сих пор ее построить не могут. И она уже, тот объект, который возводили, она сегодня уже там хом поросла. Ну, это безобразие. А субсидии и меры поддержки на сегодняшний день, они оптимальны, да, и, ну, необходимо все-таки считать, рассчитывать, экономику считать. Не просто поднимать или опускать эту субсидию, а чтобы она была эффективной, она действовала. И мы увидели, что она работает. Какие мероприятия будут осуществлены в муниципальных образованиях в следующем, в 2020 году? Ну, спектр мероприятий, он довольно-таки широкий, да, вот, можно сказать, в области строительства социально значимых объектов и жилья. Это наиболее-таки острые темы, опять же, да. Это жилье Воксина, жилье для специалистов, да, для работников медицины. Если все хорошо получится, удастся согласовать все проекты и вопросы по земле, то это строительство жилья в Шойне, это тоже также необходимо, там, очень ветхие дома и вообще ветхие объекты социально значимые. Соответственно, детский сад в селе не есть, который должны все-таки построить, вот, затянулся, так скажем, процесс строительства этого объекта. Ну, по ряду объективных причин, да, но все-таки. Вот, кроме этого, есть ряд проектов по другим сельским населенным пунктам, это и строительство домов культуры, это у нас и Нижняя Пеша, это и поселок Нальминос, это образовательные учреждения, школы, детские сады, проектирование, это и Харивер, Харута. Это модульная котельная в Каратайке, которые тоже должны наконец-то все-таки начать строить, проектировать и строить. Поэтому, ну, ряд объектов будет строиться. И я хочу подчеркнуть все-таки, да, и я в разговоре отмечаю всегда это, что у нас на сегодняшний день все-таки строятся объекты. Строятся спортивные объекты, строятся объекты образования, да, объекты культуры. Ведь мы прекрасно можем заглянуть в недавнее прошлое. Сколько было объектов в 90-е годы построено, сколько объектов было построено в 80-е годы, даже в начале 2000-х годов. Их не так много, да, их можно пересчитать. Есть проблемы, конечно же, сегодня с этими долгостроями. Но ведь вопрос в том, что деньги на строительство этих объектов, они выделяются из окружного бюджета. Да, есть проблемы с подрядчиками, которые, да, не очень ответственно относятся к строительству этих объектов. Я не говорю о всех, но, да, есть, опять же, объективные причины, когда не могут достроить тот или иной объект. А бывают абсолютно недобросовестные подрядчики, которых потом включают в реестр и так далее. Но это процедура, это процедура торгов, да, это процедура контроля, надзора за строительством, которую необходимо, конечно же, осуществлять, и органам госвласти в том числе этим сейчас занимаются. И мы можем видеть ту же школу в Индике, да, которая строилась очень долгие годы. Ее не могли достроить. И уже казалось, что этот объект просто, вот он будет стоять мертвым грузом, да, и просто памятником, которым никто не будет пользоваться. Но местный строитель взялся за эту школу. Спасибо Александру Витальевичу Цибульскому, что он принял такое решение, что ее нужно достраивать. Я буквально недавно был в Индике, я очень рад за людей. Дети, которые играли на улице в волейбол, баскетбол, бегали, играли в футбол на улице, они смогут заниматься в шикарном спортивном зале нормальных размеров, да, с панорамными окнами, с видом на речку Индига. Шикарный актовый зал, вообще просто какая цветовая гамма в школе. Понятно, что это будет очень дорого для бюджета округа, но мы понимаем, что у нас на севере все, оно все дорого, и все должно либо субсидироваться, либо адаптироваться, иначе, ну, быть не может. Потому что мы живем в таких условиях. Но в любом случае эти объекты появляются. Я только рад за жителей наших сельских населенных пунктов, потому что, ну, это делать необходимо. И делать необходимо для того, чтобы молодежь оттуда не уезжала. Иначе, если уедет молодежь, то эти села потихоньку, они угаснут все равно. Мы это прекрасно понимаем. Таким образом. Чего бы вы пожелали нашим жителям в наступающем 2020 году? Ну, Новый год это вообще праздник семейный, праздник домашний, поэтому всем жителям нашего 83-го региона, Нинецкого автономного округа, прежде всего, конечно, желаю крепкого здоровья, счастья в семье, мира, добра, уюта. И самое главное, пусть у наших людей обязательно будут мечты, которые будут сбываться. И все те цели, которые они наметили и наметят в уходящем году, обязательно были реализованы. Александр Павлович, спасибо, что пришли к нам в студию. Поздравляю вас тоже с наступающим Новым годом. Всех благ, семейного благополучия в том числе. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Законодатели». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok